На встрече с Акимом жители Аозовского района задавали много разных вопросов. Одни горожане просили помочь с уборкой дворов, очисткой арков и решить проблему стихийной торговли. Другие обратили внимание на запущенные остановки, разбитые дороги и плохое освещение. Алтай Рахимбетов, внимательно выслушав все предложения и замечания, пообещал разобраться. Прямой и откровенный разговор Акима Алтая Рахимбетова с жильцами длился около часа. Первыми на диалог пошли пенсионеры, которых волнует отсутствие освещения в некоторых дворах и качество дорог. Я насчет освещения. У нас где-то перед пятым домом есть, а вот четвертый и четвертый А нет освещения внутри двора. И еще. У нас пешеходный тротуар превратили в проезжую дорогу. Там рядом седьмая школа, гимназия. Все, кто подъезжает, они вот тут мимо наших домов подъезжают и выходят на проезжую дорогу. Вот это хотелось бы, чтобы нам ремонтировали. Там у нас такие ямы большие. Сейчас разрабатывается ПСД, значит, по освещению дворов. Архат Мухтарбекович, вот то, что в микрорайон 5, дом 4 в этот список попал, вот ваш двор попал в этом году в этот список. Сейчас будет разработано, я понял, сейчас будет разработано ПСД, значит, и в летний период ваше дворовое освещение будет ремонтировано, значит, поставлены новые столбы освещения. Что касается тротуара, значит, совместно с управлением автомобильных дорог мы выйдем, посмотрим его. Если он действительно там в плачевом состоянии, мы в этом году включим в план работы. До конца года, говорит Аким, в микрорайонах Достык, Мамыр, Школьный и Дубок протянут новую 50-километровую линию освещения. Появятся новые фонари на улицах Аксая, Алтнбесык и Таугуль-3. Также Алтай Рахимбетов сообщил, что совсем скоро благоустроят и отремонтируют 50 дворов. Напомнили Акиму и о забитых арыках, из-за чего весной топят дома. Сказали, что у вас в 2016 году были ремонтные работы, что касается речной системы от Абая, по Абая, от Сайма, дома Мошелы. Я лично, также мои жильцы неоднократно обращались по поводу той же самой речной системы по Абая именно с третьего микрорайона. Потому что вдоль Абая стоят дома 27, 26, 25, 28, которые во время дождей постоянно топят. Были даже случаи, когда мои жильцы были вынуждены приглашать службу спасения, потому что они думали, что настолько большой такой серьезный затоп идет. Подвальные помещения постоянно затопляются. Да, там арыки были реконструированы по линии управления природных ресурсов и регулирования природопользования. Но, к сожалению, вот за речной системой там уклон так спланирован, что как раз все дождевые воды попадают к вашим домам. Значит, сейчас мы это все обследовали. Вот в весенний период как наступит, только тепло, значит, мы вам эту проблему решим. Говорили жильцы о нехватке остановок. Всего их по району 159. Состояние фасада отдельных многоэтажек тоже беспокоит население. В этом году, кстати, планируется поменять лифты и починить кровли 19 многоэтажек. Каждый вопрос будем контролировать. Основной вопрос был по благоустройству дворов. Асфальтное покрытие. Асфальтное покрытие, сами знаете, сейчас это после открытия асфальтного завода. Все они, заявки у нас есть. Будем асфальтировать. А по вопросу благоустройства сейчас проводится конкурс на документации. Проверяем все эти. ПСД разрабатывается. После ПСД на май-юнь примерно мы начинаем благоустройство дворов. Особое внимание власти намерены уделить сферам здравоохранения и образования. В этом году начнется строительство школы вместимостью до 1200 учеников, детсада на 200 мест и центра здоровья семьи. Экономическое благополучие Оазовского района – заслуга развивающегося предпринимательства. Недавно здесь заработали новые торговые центры и гипермаркеты. На сегодня более 50% налогов в районе платит малый и средний бизнес. Ильза Токчурин, Рашидин Якупов, телеканал Алматы.